Пшеничкина Валерия Александровна, Траздо, Вячеслав Вячеславович, Дистанционно, Теплых Андрей Владимирович, приглашаем. Теплых Андрей Владимирович, Соловьев Сергей Юрьевич, Мельников Алексей Александрович, Лера Сервис, Каманин, Мехтиева Сабина Сафаровна здесь, и Дубинский Сергей Иванович тоже дистанционно. Коллеги, продолжим нашу работу. Первый докладчик готов, Алексей Викторович. Алексей Викторович не готов? Пять Алексея Викторовича не готов. Валерия Александровна, созванивались, вы готовы? Да, Валерия Александровна, Вячеслав Вячеславович, готовы? Просьба подключаться и соблюдать регламент. Готовы? Нет, коллеги? Теплых тоже вы вышел, да? Понятно. Вы готовы выступать? Пожалуйста. Да, будете первые. Сабина Сафаровна. Сабина Сафаровна, Вячеслав 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 Вячеслава. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что же происходит у нас при рассмотрении уникальных проектов? Мы все знаем, что в соответствии с градостроительным кодексом существуют критерии уникальности объектов, однако в рамках данного доклада стоит отметить основные черты их металлокаркасов. Первое. Это непостоянный шаг колонн, неповторяющиеся внутренние или внешние контуры перекрытий. Присутствуют четыре и более направления основных конструкций в одной плоскости. Присутствуют бионические формы. Металлокаркасы имеют совершенно разный характер. В соответствии с этим мы можем составить таблицу существенных отличий к каркасам, где усложняющими факторами в работе с уникальными металлическими каркасами будут нестандартные и малоповторяющиеся решения узлов, профили заложены, не распространенные на рынке, а стоимость изготовления и монтажа будет меняться. Теперь рассмотрим особенности реализации такого рода объектов. Что происходит у нас при первом варианте? При формировании рабочей документации взаимодействие в смежных разделах происходит в традиционных моментах. Могут присутствовать незначительные перепланировки, но ввиду высокой унификации проекта объем переделки будет минимальный. Можно выделить четыре четкие характеристики при реализации такого рода объектов. Сооружение не имеет каких-либо четких привязок к местности, массовое производство, упрощенное взаимодействие между участниками строительства и стройка идет без проблем по одному пути. Проект, производство, строительство. При этом основным провизором стройки будет являться проект, в данном случае рабочая документация, так как производство и стройка не выходят за традиционные решения. При втором варианте характер работ полностью изменен. На этапе формирования рабочей документации, несмотря на то, что стадия П уже разработана, некоторые дизайн-идеи по-прежнему находятся на стадии упрощения и улучшения. Эти идеи уточняются или перерабатываются. Вместе с этим перерабатываются решения по отделке, освещению, шагу колонн, вылете консолей или перекрытий, наличие высокотехнологических изделий, такие как шарнирные опоры или тросовые системы. Значительные корректировки этих идей происходят постоянно, и это отражается на рабочей документации. Это и является фундаментальной разницей при реализации такого класса объектов. На большой стройке должны решаться следующие вопросы. Приниматься решения по дизайну, по проектированию, постоянно вести подбор подрядчика по уникальным работам, и все это должно происходить в кратчайшие сроки. К сожалению, к такой схеме работы состав КМ и КМД в соответствии с системой СПДС не приспособлены. В зависимости от типа сооружения мы неизбежно попадаем либо в первый, либо во второй вариант. А в соответствии с задачами, которые решаются на этапе получения в работу КМ и начала разработки КМД, можно выделить характерную динамику выполнения работ, в ход, указанную справа. При этом период дополнительной информации – это время, необходимое для запроса дополнительных данных в виде узлов и требований от автора КМ. А затем возможно уточнение геометрических схем ввиду предоставления новых дополнительных узлов. Запрос дополнительной информации ввиду несоответствия геометрической схемы и требуемой концепции принципиального узла, заложенного в КМ. Либо другой случай, обратно к первому. Запрос согласования тех или иных отклонений от КМ ввиду доработки узлов авторами КМД по причине отсутствия данных в КМ. При этом автор КМД отталкивается от данных, заложенных в КМ, а не на основе расчетной модели, владельцем которого является автор КМ. Кажется, все оговариваемые проблемы стройки должны были решиться с приходом ТИМ в нашу отрасль, но на данный момент это не так. Еще в 2019 году были опубликованы статьи о серьезных намерениях государства по введению ТИМ. Было постановление 331, о котором все в курсе, но со временем ситуация менялась. Внедрение технологии ТИМ встретило трудности, и критики становилось все больше. На март 2023 года перенесли обязанность использования 3D-моделей в строительстве по госзаказу. Предвестниками статей переноса внедрения ТИМ были статьи и обсуждения на форумах о технических и экономических трудностях дружного перехода в информационную модель. По моему мнению, технические проблемы можно разделить на 3 основные группы. Первое – это уместить неумещаемое, и нужно ли это делать. Второе – увеличение трудоемкости при формировании проекта. И третье, самое важное в рамках данного доклада – это сырая нормативная база, которая находится на стадии апробации. В нашем случае в итоге неясно, какие требования к проработке модели КМ и к модели КМД будут предъявлены. В сухом же остатке мы имеем следующее, что в ближайшие 2-3 года ТИМ будет распространяться не дальше, чем от генерального проектировщика к техническому заказчику. Этим участникам незачем брать на себя излишнюю ответственность перед стройкой за переданную информационную модель на этапе апробации ТИМ и в отсутствие принуждения со стороны государства. По оценке многих интервьюированных авторитетных проектировщиков в СМИ, нормативная база ЕСИМ – Единая система информационного моделирования – требует серьезной доработки. ГОСТы должны быть синхронизированы между собой. От себя бы я добавила, что они также должны быть синхронизированы и системой СПДС, в которой сейчас мы работаем и на основе которой мы можем считать КМ как основной документ. Следовательно, нам придется жить пока в системе СПДС. И оговариваемая ранее проблема процесса реализации проекта в рамках вопроса границ КМ-КМД остается актуальна. Задача – как сделать так, чтобы уникальные сооружения уже сейчас двигались по зеленой схеме работы и не дожидались окончания апробации ТИМ? Мой ответ – необходимо больше уделить внимание системе СПДС. Приведем некоторые цитаты. Основное назначение стандартов СПДС заключается в установлении единых правил выполнения проектной рабочей документации, обеспечивающих необходимый и достаточный объем проектной продукции. То есть система предназначена для установки критерий в достаточности сведений в рабочей документации. ГОСТ 21.002 – норм контроль. Основными задачами норм контроля являются обеспечение комплектности документации. Тут возникает проблема. Как, проводя норм контроль, определить комплектность КМ? Под словом «комплектность» я подразумеваю необходимый и достаточный объем информации, заложенной в этом альбоме, для возможности бесперебойной разработки КМД и производства. Следовательно. Ведь в ГОСТ 21.502, диктующие наполнение КМ, заложены следующие требования. На чертежах узлов металлоконструкции приводят принципиальные решения, обеспечивающие работу расчетной схемы здания или сооружения. Чертежи простейших узлов конструкций, не требующих пояснения, разрабатывают в деталировочных чертежах марки КМД. Как показала практика, критерии достаточности, принципиальные решения и простейшие узлы не вносят ясность понимания достаточной мощности узлов, разработанных в КМ, уникальных каркасов. Это важно. Ввиду такой постановки критерия достаточности в ГОСТе, часть необходимой информации может быть просто не указана в ГОСТе КМ. Автор КМД, не обладающий расчетной моделью каркаса, автоматически уходит в красную зону работы. Возникает некая серая зона КМ. Нормативная база не дает ответ, кто прав, и это приводит к торможению, конструированию, производству, монтажа и возможной угрозе срывов срока строительства. Для решения данной проблемы необходимо задаться краевыми условиями для ГОСТ 21.502. ГОСТ должен содержать критерии достаточности рабочей документации, разделять составы работ КМ, КМД, предъявлять критерии, в соответствии с которыми возможно провести входной контроль качества рабочей документации, должен содержать современные графические примеры и должен содержать информацию, в соответствии с которой можно проводить и строить дальнейший диалог с системой ЕСИМ. Мною выполнен проект дополнения и корректировки ГОСТ 21.502 и выражается он в следующих принципах. Для соответствия краевым условиям пункта 2 и 3 в разделе 5 состав рабочей документации текст был дополнен в подразделе 5.4 информацией о разделении состава работ по формированию альбомов КМ и КМД. Также, как пример текста, создание дополнительных расчетных схем и выполнение статических расчетов относятся только к зоне работ по КМ. В разделе 5 акцентировано внимание на соблюдение состава основного комплекта рабочих чертежей. Для соответствия требованиям пункта 1.2.3 в разделе 5 уточняется информация, которая должна быть заложена в узле, а также осуществляется разделение работ по проработке узла на стадии КМ и стадии КМД. Понятия «Принципиальные решения» простейшие узлы искоренены. Для соответствия требованиям 4 пункта в разделе 6.3, 6.4 и 6.5 вводится понятие с приставкой «Параметрический», а их графическая часть обогащается современными чертежами и примерами параметризации. Для соответствия требованиям краевых условий раздела 5 в раздел 3 дополняется новыми определениями, что вкупе с остальными дополнениями в разделы дает возможность читать ГОСТ как единое поручение. Новая редакция позволяет структурировать всю информацию и выкладывать ее в формате и объеме необходимым и достаточным для обеспечения бесперебойной разработки КМД. На данном слайде показан пример параметрических узлов, который предлагается как один из приложений ГОСТу. Также проект корректировки ГОСТ 21.502 уже прошел рецензированием в ЦНИСК Кучеренко в лице Соловьева Дмитрия Валерьевича, заведующего лабораторией большепролетных металлических конструкций, а также рецензирование пройдено в компании, исполняющей обязанности технического заказчика ОСБД в лице Козлова Ильи Владимировича, главного конструктора проекта. Получены официальные письма с положительными отзывами. Письмо от СБД не приложила, так как оно пришло только вчера. На данный момент аналогичные запросы направлены в крупнейшие заводы-изготовители металлоконструкций для получения рекомендаций. И для реализации данного предложения изменений сформирована заявка в ООЦ НИИ промзданий, заводится дело производства для рассмотрения. Доклад окончен. Вячеслав Вячеславович, Следующий доклад тогда давайте попросим Тепнохандрея Владимировича выступить. Добрый день, коллеги! Я Андрей Тепных, компания «Скат-Софт». Мой доклад называется «Реализация некоторых особенностей нормативных документов в скат-офис и опыт решения проблемных вопросов с авторами норм». Соответственно, я в своем докладе как раз-таки поделюсь, каким образом с теми проблемами при реализации нормативных документов поделюсь опытом по тем проблемам, с которыми мы сталкивались и как, соответственно, мы их решали. У меня доклад будет состоять из трех частей. Первая – это решенные вопросы. Вторая часть – нерешенные, скажем так, наполовину решенные, можно сказать, вопросы, но не до конца решенные вопросы. Третья часть, скажем так, одной проблеме посвящена, я ее прямо так назвал, вдруг откуда не возвись, ну, под звездочками, по сути, именно то, что все и подумали. И в конце поделюсь, собственно говоря, опытом и немножко порассуждаю о том, собственно говоря, что делать. Так, ну, здесь приведено на слайде приведена одна из проблем, с которыми мы столкнулись. Это по вопросу от пользователя. То есть, когда в SCADA мы реализовали расчеты местной устойчивости, то вот выяснилось, что, например, 40К1, там, двутауэр с толстенной стенкой, при каких-то параметрах, там, нагрузок, да, значит, он вдруг, неожиданно, значит, у него устойчивость полок не проходит. Ну, причем традиционно принято, что прокатные профили, как бы их вообще не принято на местную устойчивость проверять. Я лично проверял, как бы, вот этот 40К1 при тех параметрах, которые здесь заданы. Да, действительно, он его ручками просчитал, да, действительно, не проходит. Вот. Я тут обращаю внимание, что, значит, там, вот коэффициент использования по предельной гибкости, вот он там 0, ну, он выше, как бы, всех остальных, да, в одной из плоскостей. Так, ну, соответственно, вот у нас есть, да, вот здесь на слайде я его пометил, да, что вот этот коэффициент, он выше, да, видим, что выше всех остальных, выше всех остальных этот коэффициент, в одной плоскости, но в другой плоскости предельная гибкость, она ниже, да. По мнению проектировщика, значит, коэффициент использования должен был быть 0,85, да. Значит, и, как бы, он апеллировал к пункту 9.4.9 нормативного документа СП-16, который на тот момент действовал, вот с такой формулировочкой, что при назначении сечения внецентренно сжатых элементов по предельной гибкости, значит, допускается, там, в 1.25, там, соответственно, вот эта вот предельная гибкость, которая у нас была получена, уменьшает, да. Но тут формулировка нормативного документа, как бы, она не раскрывает суть, а что значит при назначении сечений внецентренно сжатых элементов по предельной гибкости. Здесь можно интерпретировать двумя, как бы, в двух, интерпретировать ее можно двояко, что либо одна из предельных гибкостей, значит, как бы, по ней критично, да, на другую не смотрим, либо обе предельные гибкости являются критичными. Ну, мы, как бы, когда сталкиваемся с такими формулировками, мы всегда берем в запас, значит, у нас, соответственно, было запрограммировано, что когда, значит, две предельные гибкости больше, чем все остальные факторы по устойчивости, тогда, соответственно, вот этот пунктик у нас включается, да. Вот, ну, мы поговорили по этому поводу, общались с авторами норм, вот, в конечном итоге, значит, авторы норм согласились, что формулировочка действительно такая, вызывает неоднозначное толкование, и, соответственно, формулировочка была переделана, написано было, что в случае, если проверка по предельной гибкости в двух плоскостях больше, чем все остальные, то, соответственно, вот, как бы, этот пункт, он применяется. То есть, ну, в принципе, нас это устроило, потому что у нас, собственно говоря, так и было и реализовано. Вот, хотя я не исключаю, что по факту, раз вот такие, как бы, возникают ситуации, да, может быть, на самом деле, проектировщики прав. Ну, теперь вот в нормативном документе этот пункт вот таким вот образом сформулирован. Ну, здесь, на самом деле, то, что касается вот этого вот 40К1, значит, он был недогрожен по устойчивости, да, и, значит, если расчетную длину увеличить, вот я просто увеличил расчетную длину у этого элемента, это, кстати, один из приемов борьбы с тем, что, допустим, местная устойчивость не проходит в каких-то случаях, да, условное увеличение расчетной длины, значит, оно избавляет от проблемы с местной устойчивостью. Там, конечно, увеличиваются все остальные коэффициенты вот по общей устойчивости, но если запас, как бы, достаточно большой, а такое бывает, то, в принципе, это, на мой взгляд, вполне допустимо. Следующая проблемка, с которой мы столкнулись, вот даже, как бы, удивительно, что на эту проблему не обращали внимания, оказалось, что при внецентренном растяжении в нормах вообще никаких нет требований о том, как быть вообще с местной устойчивостью. Вот, ну, при центральном растяжении, понятно, там, потери местной устойчивости невозможно, при внецентренном растяжении там все-таки могут быть, как бы, ситуации, когда в части стенки сжатие, в части полки все равно там сжатие остается, и при этом, соответственно, тоже возможна местная потеря устойчивости. Пока эта проблема в нормах никак не была решена, нам надо было как-то этот вопрос закрывать, мы, собственно говоря, поступили, ну, изначально там вообще поступили, просто взяли методику для внецентренно сжатых элементов и стали по ней считать внецентренно растернут. Ну, это как бы приводило к совсем как бы иногда дурным результатам, вот, потом методику усовершенствовали, стали считать по методике внецентренно сжатых, внецентренно растянутые, значит, только если есть сжатие где-то, то есть если нет сжатия, то, соответственно, они не проверяются, если есть сжатие, то проверяются. Ну, вот конкретно в этом примере, вот здесь видите 7,2 тонны плюс, да, растяжение, если поменять на минус 7,2, то здесь все становится зелененьким, да, ну, это, конечно, как бы вот бред, да, ну, нам ничего другого, как бы нормотворцы в данном случае не оставляли, да. Ну, соответственно, тоже мы с этим вопросом покапали на мозги, как говорится, разработчикам норм, тут хочу поблагодарить тоже Михаила Иосифовича Фарфеля, вот, Маргариту Ильиничну Гукову, которые, значит, как бы, обратили, которые прислушались к нашему мнению, вот. Вот, изначально мы написали им письмо, вот они достаточно, вот мы 18 августа 2020 года письмо написали, ну, примерно через месяц они нам ответили, вот, что принимать методику, как для изгибаемых элементов, ну, до этого, как бы, вот, до этого мы, как бы, этот вопрос с ними обсуждали, что, в принципе, можно принять методику изгибаемых элементов для внецентренно растянутых, и, в принципе, как бы, это вполне, я думаю, всех устроит. Вот, кстати говоря, вот на предыдущем слайде, там тоже, если, собственно говоря, силу вот эту вот обнулить, да, то проблема с местной устойчивостью, она пропадает. Ну, соответственно, внесли изменения в программу, потом появился, сначала мы по письму из СНИИСКО внесли изменения, потом, соответственно, появилось изменение номер 3 к 16 ОСП, согласно которому записали пункт 9.4.10, согласно которому проверку местной устойчивости стенок и поясов внецентренно растянутых, растянутых, сгибаемых элементов, при наличии в них сжимающих напряжений следует выполнять, как для сгибаемых элементов. Ну, после того, как, значит, это в СКАДе было реализовано, ну, соответственно, вот эта проблема тоже снялась. Все здесь стало хорошо, вот именно для этого элемента. Следующая проблема тоже, с которой мы столкнулись, когда мы начали заниматься, когда у нас появилась физическая нелинейность, там, соответственно, появились поля, значит, для того, чтобы заводить данные, поля для предельных деформаций растянутой арматуры, поля для предельных деформаций сжатой арматуры, вот, и опять же, в общении с пользователями, значит, с нашими проектировщиками, которые СКАДом пользуются, вот мы пришли к выводу, что я специально даже просто в интернете пособирал картинки, вот, ну, почитал литературу, пообщался с железобетонщиками, вот, собирал такие веселые картинки, что при сжатии, при разрушении по сжатию, как только бетон разрушился, ну, и дальше, собственно говоря, продольную арматуру сжатую ничего не держит, она просто теряет устойчивость, вот. Ну, и, соответственно, тоже мы, значит, покапали на мозги нормотворцам, ну, в данном случае нам пока удовольствовалось достучаться только до разработчиков 385-го СП. Вот в 385-м СП по нашему предложению было внесено, значит, что ограничение деформации сжатой арматурой, значит, принимать равным, предельным деформациям сжатого бетона. Теперь следующая проблема, проблемный пункт 8.1.34, ну, здесь тоже, как бы, здесь проблему удалось, в принципе, решить, то есть, достаточно часто при расчетах, ну, вылетают элементы при подборе арматуры, вот, вот, в частности, тоже, как бы, один из проектов, который проектировщик присылал, да, вот, как бы, красные элементы, вылетели, собственно говоря, как раз-таки, вот, по пункту 8.1.34. Ну, 8.1.34 – это учет сжатия при расчете, ну, сжатия либо растяжения при расчете на поперечную арматуру, вот, собственно говоря, вот, задание арматуры, то есть, можно в этот элемент прямо задать арматуру, задано было здесь, вот, сороковые стержни, вот, соответственно, не проходит, то есть, можно получить, значит, коэффициенты использования, вот, ну, здесь, как бы, тоже мы, пока, как бы, эта проблема не была решена, ну, нам, опять же, надо было что-то делать, мы в специальные настройки здесь ввели возможность ограничения, значит, вот этого коэффициента φn, да, вот, ввели возможность ограничения коэффициента φn, то есть, ну, пользователь сам уже на свой страх и риск там, соответственно, это вносит, да, значит, но тоже здесь хочу поблагодарить нашего пользователя Головина Евгения, вот, ну, и, собственно говоря, и руководство НИИЖБА, новое руководство НИИЖБА, там так удачно совпало, что вот Головин Евгений, он, можно сказать, так, друг, значит, нового директора НИИЖБА Кузьеванова, и там, соответственно, появилась возможность, там, как следует, на мозги покапать, не только официально, но, соответственно, вот используя уже такие, как бы, неофициальные контакты, можно сказать, дружеские, да, ну, достаточно долго, как бы, это капание на мозги в НИИЖБА, как бы, продолжалось, значит, но увенчалось все-таки успехом, значит, это вот редакция до изменения номер два этого проблемного пункта, 8.1.34, это, соответственно, редакция после изменения, ну, здесь видно, что невооруженным глазом, видно, что там много чего добавилось, вот, ну, и, как бы, результат, вот, по той задаче, ну, как видим, что стал положительным, да, вот я пересчитал уже в скане с изменением номер два, значит, все, как бы, стало, во всяком случае, для этой задачи стало хорошо, там, конечно, хоть сороковая арматура, но проходит, 36-я не проходит, вот, ну, там мы, опять же, что, как мы поступаем, если коэффициент Фиен равен нулю, мы на ноль делить не можем, у нас, соответственно, просто там гигантский, там, если равен нулю, там, там просто он принимается равным 10-6, если около нуля, там просто из-за этого могут быть гигантские коэффициенты, они на самом деле могут быть и в новой редакции, но, как видим, что, значит, проблема решена была, ну, как бы, я вот эту вот модель, которую на предыдущем слайде я показывал, значит, мы обсуждали, там, специально Кузеванов даже совещание собирал, вот, я Зенину после этого совещания отправлял вот эту модель, вот, ну, может быть, тоже эта модель, он попросил меня отправить, мне, говорит, модель проблемную, вот, как раз на ловца и зверь бежит, буквально, там, там, в процессе этого, как бы, общения, пользователь прислал просто-напросто модель, я ему эту модель отправил, вот, ну, видим, что, вот, результат, там, определенный есть, да, значит, еще, как бы, тоже проблемка, ну, она, можно сказать, так, из части, наверное, частично решенных, ну, частично, потому что не зафиксировано в нормах, ну, как бы, вопрос, надо ли считать в зоне продавливания, вышло уже, да, ну, ладно-то, да, как бы, нужно ли считать в зоне продавливания на, значит, поперечную силу в плиток, ну, по мнению, вот, ни ишь бы не надо, вот, но официально они это не вносят, по кручению тоже в еврокодах написано, что кручение не всегда нужно учитывать, значит, ну, для кручения, соответственно, у нас тоже для еврокода появилась настройка, в норму это пока не удалось внести. Теперь то, что касается, вот, звездочек, да, тут все привыкли, что пониженные значения кратковременных нагрузок приведены, значит, в 20-м СП, и вдруг откуда ни возьмись, в изменении номер 3 отослали всех, что должны быть приведены вот эти вот коэффициенты понижения, значит, для обычных нагрузок 0.35, для снега 0.5, в нормах проектирования строительных конструкций, как, откуда, значит, и с разработчиками норм проектирования строительных конструкций, кто этот вопрос не решал, и, как бы, даже есть прецеденты, когда эксперты, ну, просто заворачивают проекты, которые, в которых, там, откуда эти коэффициенты были взяты из старых норм. Значит, ну, и, собственно говоря, что делать, ну, вести разработчиками с норм, норм, как вот мы это делаем, писать письма ФАО ФЦС, предложение Винстрой при публичном обсуждении, вот обратную связь тут даю, ну, и, конечно, тут, в общем-то, немалую роль, наверное, должны сыграть такие, как бы, можно сказать, общественные организации, которые у нас, к сожалению, пока, можно сказать, в таком зачаточном состоянии находятся. Вот, тут, на мой взгляд, норм у нас оказались, как бы, в наследство, которые были получены от плановой экономики в рыночных условиях, это, я не знаю, как чемодан без ручки, который государство и бросить не может, и, как бы, нести у него его не получается. Вот, как-то так, да. Ну, соответственно, развивать нужно просто-напросто, как бы, получается, какие-то, вот, общественные организации, которым, в конечном итоге, там, как бы, вот эти прерогативы по формированию норм придут. Ну, здесь, наверное, может быть, но приз и но строй должны что-то делать, да. Ну, но строй, кстати говоря, делает, там у них, в принципе, неплохие нормы есть, но приз, как бы, по-моему, вообще ничего не делает. Ну, вот ассоциации развития строительства, в принципе, неплохие нормы выпускают. У меня все, спасибо за внимание. Один вопросик, буквально, если есть. Спасибо. Следующий доклад коллеги из Крылоновского центра. Приготовиться Дубинскому, Сергей Иванович. У нас чуть-чуть сдвижка происходит, потом будут коллеги из Волгограда, и в конце завершат колесник конференцов. Добрый день. Это доклад, там, некоторое продолжение до первого доклада. Здесь я поговорю о возможностях и границах применимости численных методов при решении задачи строительной аэродинамики. Здесь будет касаться только прикладных задач именно строительной аэродинамики, потому что CFD-методы применяются много, где там авиарагетостроение, трубы машиностроения, то есть это вот конкретно только это. А почему об этом мы говорим? Потому что наш центр обладает как комплексом аэротруп, так и одновременно очень мощным суперкомпьютерным кластером. По-настоящему очень мощным. И мы можем и тем, и другим инструментом решать эти задачи, не ограничивая себя ни в чем. Мы на данный момент выполнили уже более 450 исследований архитектурных зданий и сооружений. Все они достаточно уникальны и известны. При этом численным моделированием мы пользуемся крайне редко. Просто крайне. И в результате этого доклада вы, надеюсь, поймете почему. Я вынужден еще раз обратить внимание на вот этот слайд. Когда речь идет о ветровых или снеговых нагрузках, проектировщику необходимо идти в СП-20. СП-20 говорит о том, что надо учесть как минимум три составляющих ветровой нагрузки. Это средняя составляющая, пульсационная и пиковая ветровая нагрузка. Как они получаются на очень простой схеме, еще раз продемонстрирую. Есть здание, на которое натекает ветер. Ветер по высоте очень сильно меняет свои характеристики. Как скорость, так и все пульсационные составляющие. Если мы какую-то точку отдельную рассмотрим, то увидим, что скорость постоянно пульсирует вокруг какого-то среднего значения. Когда этот ветер натекает на здание, то во всех контрольных точках, например, рассмотрим эту, мы видим пульсирующую переменную ветровую нагрузку. Среднее значение, это как раз таки, если мы осредним, мы увидим, что средняя составляющая. Вот эти пики, это пульсационная составляющая, максимальные статистические пики, это как раз самая пиковая ветровая нагрузка. В исследованиях, независимо, как они выполнены численно или экспериментально, вот этот комплекс параметров определяется. Соответственно, тоже, опять-таки, неважно, вы экспериментально или численно моделируете. Вы должны в своей задаче, чтобы сохранить физику процесса и правильно ветровую и снеговую нагрузку определить, вы должны промоделировать пограничный слой атмосферы, окружающую застройку и сохранить детализацию объекта. Иначе вы просто некорректно физику воспроизведете процесс. Теперь касаемо CEVD. Уравнения аэродинамики, они описываются системой на ВЕСТОКС. Есть алгоритмы решения этих уравнений, но у них есть такие особенности, что это не замкнутая система. В этой системе уравнений количество неизвестных больше, чем количество уравнений. И чтобы ее возможно было решить, дописывают руками другие уравнения и соотношения. Как только вы дописываете туда что-то, вот эта вот дописанная часть и называется так называемой моделью турбулентности. Таких моделей турбулентности за последние 30-50 лет придуманы даже уже не сотни, а тысячи разных моделей турбулентности. Самые из них популярные, они реализованы в коммерческих пакетах. Это, например, тот же самый ANSI с торцецеем, известные вещи. В чем, в принципе, состоит особенность, не особенность, а процесс проведения CEVD-моделирования? Он сейчас свелся, благодаря этим пакетам, к серьезно удобной и даже пугающе удобной процедуре прохождения трех-четырех диалоговых окон. Вам дает заказчик геометрию, вы строите расчетную область, нажимаете кнопку автогридом, у вас строится расчетная сетка, в узлах которых происходят расчеты. И следующим диалоговым окном вы просто ставите галочку, выбираете ту или иную модель турбулентности. Вот они все перечислены до самой известной, например, Kaomiga. И получаете какой-то результат в виде цветных картинок. И можете графики построить. Буквально это все, так скажем, до безобразия просто. Вот реальное диалоговое окно ANSI. Вот вы выбираете всем известную, как пишут на форумах, очень хорошо себя зарекомендовавшую Kaomiga. Выбираете ее модификацию SST и вот нажимаете ОК. Также на форумах пишут, что лучше вот эти коэффициенты вообще не трогать, сюда лучше не лезть. Хотя можно. И нажимаете ОК. И практически через несколько часов у вас получаются такие цветные картинки. Самый большой вопрос потом возникает, как эта картинка, правильно ли она отражает действительность. И можно ли верить этим нагрузкам и этим числам. Какая вам погрешность? Проценты, единицы процентов, десятки, сотни. Или может быть даже порядок плохо угадывается. Тут самая большая проблема возникает. И поэтому, когда это ставит эти вопросы, ставят расчетчиков в тупик, то сейчас уже даже иностранцы смеются и эти CFD, CFD это Computational Fluid Dynamics, то есть вычислительные гидродинамики, называют Color Fluid Dynamics. То есть смеются, что это цветная гидродинамика. То есть это все превратилось в получение цветных картинок. Почему? Потому что за вот этим диалоговым окном, вот таким простым, скрывается следующее. Что когда вы нажимаете и выбираете галочкой ту или иную модель трубля, например, вот АОМИК, за ней стоит огромная вот эта вот система уравнений. Часть из которых выведены аккуратно и математически, а часть вот эта вот, это чисто эмпирика. То есть это все чисто из эксперимента подобраны константы. Когда вы выбираете модификацию ССТ, вы подключаете, и многие расчетчики даже не знают, сколько они еще дополнительных уравнений туда подключают. То есть тут огромная сложнейшая математика внутри этого. Дальше вы смотрите, вам нужно сетку построить, да, и настроить вообще эту расчетную схему, решать. Ну, соответственно, какие-то здесь проблемы возникают. То есть все решения вычислительной гидродинамики, они имеют сеточную исходимость какую-то. То есть что это значит? Вот вы имеете, например, эксперимент, да, это течение в щели там между двумя домами. Вот у вас экспериментально, да, есть точки. Вы сделали первый расчет с одним миллионом расчетных ячеек, получили вот эту линию. И думаете, а что будет, если я сделаю с десятью миллионами, улучшится у меня результат. И оказывается, что если вы делаете другой расчет, он у вас местами, да, где-то очень достаточно серьезно улучшается, он приближается к эксперименту. А вы думаете, а если я еще там в два раза или в пять раз увеличу сетку, то есть у меня будет уже 50 миллионов расчетных ячеек. Смотрите, у вас еще ближе результат, да, приближается к эксперименту. И очень хорошо, когда у вас есть эксперимент, вы можете с чем-то сравнить. Если у вас эксперимента нет, то вы даже не знаете, когда вам надо остановиться, мельчить сетку. То есть даже непонятно, к чему двигаться. И в каких областях у вас происходит приближение к эксперименту, в каких нет. А это только один параметр, расчетная сетка. Таких параметров, на самом деле, для настройки расчетной модели, там полтора десятка. Среди них это схема дискотизации, граничные условия, начальное приближение, размер шага по времени. К сожалению, эти все параметры нужно подбирать под конкретную задачу. Это не значит, что вы один раз это подобрали, и теперь вы можете легко менять здание, сооружение, и всегда эти параметры будут оставаться. К сожалению, нет. Это такой нюанс, так скажем. Следующий нюанс. Вам надо выбрать принципиально, каким методом вы будете решать. Сейчас есть четыре метода таких основных, еще много-много всяких там промежуточных. Но основные это РАНС, ДЭС, ЛЭС и ДНС. Дело в том, что каждый из этих методов, вот если вы посмотрите на обтекание цилиндра, да, и вот они подписаны, они, вот это самый простой метод, да, очень мало требует ресурсов, и можно на облегченном персональном компьютере это сделать. Но он даже основные процессы плохо схватывает. И только, ну, самые глобальные процессы течения показывают. То есть он физику процесс отражает крайне плохо. Чем вы более мощный метод выбираете, тем более реалистичной у вас становится картина. Но проблема в том, что уже даже вот на вот этом методе он доступен только очень серьезным большим организациям, у которых есть очень дорогие суперкомпьютеры. И вот метод ДНС, например, он вообще сейчас не доступен никому для решения практических задач. То есть пластинку или цилиндр вы несколько месяцев можете сосчитать на нем, но никакую реальную задачу вы сосчитать, к сожалению, не можете. Теперь сравнение и верификация. Почему мы говорим, что это очень важно? Вот задача. Это обтекание трехмерного квадратного цилиндра. Ну, фактически доски. Здесь натекает поток справа налево. Сверху образуется вихрь. И это одно простое маленькое физическое явление. То есть расчет этого вихря, расчет отрыва, расчет давления внутри отрыва, отрывной зоны. Эта задача, она в различных аэротрубах уже верифицирована, решена, и все известны по ней данные. То есть у расчетчиков есть изначальные результаты, и они, варьируя методы, варьируя сетку, получают вот такие решения. Что мы видим? В зависимости от выбранного метода, вот здесь вы можете посмотреть, у вас и размер отрывной зоны, и ее интенсивность, и центр вот этого оси вихря, и даже количество внутри вихрей разное, в зависимости от того, какой вы выберете метод. Теперь сравнение коэффициента ЦП. То есть это среднее давление, коэффициент среднего давления. Нолик соответствует вот этой вот лобовой точке. Дальше мы идем, так как это 5 высот, то заканчивается у нас вот здесь вот наша доска. И вот мы по верху идем распределение давления, смотрим. Смотрите, здесь в определенных местах расхождение по среднему коэффициенту давления, а это одна из самых простых считаемых величин, то есть она хорошо поддается расчету. Расхождение десятки процентов составляет, когда вы повнимательнее, если кто захочет, посмотрит, расхождение колоссальное. Это по тому параметру, который достаточно хорошо еще считается. Что по пульсационной и пиковой нагрузке, которая на самом деле самая нужная проектировщику, чтобы посмотреть, выбитые листекла там или фасады отвалятся, потому что от средней нагрузки здание как деревья с корнем ничего ни разу ни одной не вырывало, а вот крыши срывало, стекло выбивало, это как раз-таки пиковая нагрузка. Пиковая нагрузка вообще практически не считается. Крайне-крайне-крайне плохо. Еще хуже, чем средняя составляющая. Некоторые пытаются посчитать снегоперенос. К уравнениям, которые моделируют ветер, то есть все локальные вихревые структуры. Еще надо добавлять уравнение по моделированию дисперсного вещества и трение на поверхности, чтобы моделировать, как это все переносится, эта фракция. Соответственно, это еще более сложная задача, и она совсем плохо считается. То есть это может быть на уровне научных, таких больших подвигов и написания статей. Да, в практике нет. Для практики это использовать совсем нельзя. Если вот, как говорится, крупными мазками чуть-чуть обобщить, что я только что сказал. То есть как минимум, если даже не вдаваться в подробности про постановку задачи, сетки, дискретизации и все прочее, даже вот глобально, если мы рассмотрим, кто какими методами считает, то есть сейчас на данный момент только три метода основных, которыми люди считают. Ransom, Desom и Desom, DNS. DNS это практически никому не доступен. Соответственно, ransom может практически любой считать, это он понажимал кнопки, и на персональном компьютере у тебя задача запустилась, ты через несколько часов получил цветные картинки. Это даже, наверное, будет гораздо быстрее, не гораздо, а быстрее, чем проведение, например, эксперимента. Если мы выбираем DES, уже здесь крайне высокая квалификация нужна исполнителя, и поскольку нужны очень мощные кластеры, то это получается и дороже, и дольше, чем эксперимент. Но зато, если вы это все-таки как-то сможете сделать, то отдельные рассчитанные параметры, можно подумать о том, что их куда-то в проект взять. Это я чуть-чуть подальше сейчас еще расскажу. Ну и, соответственно, третья часть, это научная деятельность. То есть если люди, как я показывал, вот эту вот пластину долго и упорно считают, они не ограничены во времени, не ограничены в ресурсах, они годами считают обтекание кубика, обтекание пластины и постоянно приближаются к какому-то хорошему результату. Но это не практические задачи. Эти люди не идут и не считают задачи для проектировщиков насущными. Они это все делают для именно написания статей, написания диссертаций и прочего. И вот эти все вещи путать нельзя, потому что у этого инструмента, у расчета, есть очень-очень масса ограничений. Если мы теперь совсем узко возьмем проектировщику, это последний слайд, а проектировщику нужно конкретные величины определять. Вот смотрим. Runs метод дает достаточно неплохо, можно определить общие интегральные осредненные нагрузки. То есть боковая сила, сила сопротивления, с точностью условно до 5%. То есть если мы сейчас берем квалифицированного человека с хорошими мощностями, он может это сделать. Но проектировщику это в принципе не нужно, этот параметр. Потому что ему самое важное, это, как я говорил, уже пиковая нагрузка. А пиковую нагрузку Runs метод вообще не считает, просто от слова совсем. И снеговая нагрузка для уникальных зданий, ПСП нужна. Это тоже не считается. Берем такой достаточно мощный инструмент с мощным кластером. Средние интегральные характеристики, да. Локальное давление, вот эту среднюю нагрузку, которую ПСП говорит ветровой нагрузку, да. Пиковые нагрузки. Оценка. Оценка это значит хотя бы порядок. То есть в лучшем случае удастся определить просто порядок. То есть плюс-минус 100% погрешность. То есть на вот этих вот задачах, если вы внимательно посмотрите, да, обтекание, этого прямоугольника, да, который я показывал, то есть люди тратят месяца для того, чтобы, и на огромных кластерах считают, для того, чтобы попасть на таком простом течении, да, в 30-40%. Они считают, что если они попали в 40% погрешности по пиковой нагрузке, это достижение большое. Это прямо пишется хорошая статья, как бы, все хорошо. А теперь представляете, да, насколько сильно усложняется течение, если мы не вот такую прямоугольную балку рассматриваем, да, а реальное здание, а тем более еще с окружающей застройкой. Ну, это еще очень нескоро к этому придем. И даже такой достаточно мощный, да, сложный очень подход, он не позволяет совсем понять ничего про снегопереносность. То есть считать нельзя. И даже если вы этим всем сосчитаете, то получается это дольше, чем если бы вы провели эксперимент в аэротрубе. Поэтому 99% своих задач, решенных по аэродинамике зданий и сооружений, а мы уже, говорю, больше 450 проектов за свои годы сделали, мы решали именно экспериментально. Хотя заказчики говорят, сможете сосчитать? Да, сможем. Мы говорим, вам что надо сосчитать? Вам же, наверное, ПСП надо сосчитать, чтобы все это приложить. Да, а ПСП вам надо вот получить пиковые значения, самое важное, и снегоперенос. Понятно, что остальные вещи тоже, как бы, да, нужны. Но вот, вот эти вещи. Соответственно, готовы ли вы заплатить денег больше и подождать больше времени, чтобы мы вам честно написали, что вот это оценка с такой-то погрешностью, а вот это мы считать даже и не будем? Они говорят, нет, как бы, наверное, все-таки тогда лучше эксперимент. Но тут главное, мне кажется, заказчику, проектировщику, вот немножко хотя бы в этих местах быть образованным, да, и понимать, как бы, не путать теплое с мягким, и ориентироваться, да, что да, расчет это неплохо, но для их задач, да, все-таки пока эксперимент – это более приемлемый, как бы, способ определения ветровых и снеговых нагрузок. И, как я уже говорил, да, и у нас в руководящих документах, и в зарубежных это однозначно прописано. И это не просто чья-то блажь, да, что кто-то захотел это сделать. Иначе бы уже много в каких странах, особенно там зарубежных, да, у них более мощные компьютеры, и они менее ограничены в ресурсах, там бы у них это уже все было. Спасибо. Добрый день. Можно переключить? Переключим. Алло, меня видно? Я не могу не ответить на предыдущий доклад, просто еще в диссертации 12 лет назад я сравнивал с десятками экспериментов, я в археологической трубе работал, я просто поверьте, что... Сергей Иванович, не видно презентации. Да что ж такое? Видно? Значит, я перейду. Я просто не могу не ответить на предыдущее сообщение, да. Но расчет месяц-полтора, испытания быстрее. И опять же, я испытал, прочитал конструкции не меньше, чем вот коллеги испытывали. И еще 10-15 лет назад диссертация, да, оппоненты были Попов, Травуши и механик МГУ, попадал в точность 10-20%. Есть тестовая база экспериментов, я вот как раз на них ориентируюсь. Вот. И заказчик, ну, предыдущий докладчик, при всем этом уважении, он... Ну, наверное, мне, конечно, приятно сказать, что все это я проходил, да, вот условно говоря. Ну, по стилю это просто... Извините, я студентом МГСУ читал 10 лет назад про эти проблемы. Не все так страшно, поверьте. Но сейчас я уже поговорю о другой программе, в которой, ну, это касается и этой же. То есть все мы, вот, которые пользуются Энсис и другими программами, да, в нынешней ситуации вынуждены переходить на что-то другое, на отечественное. Причем проблема-то в импортозамещении в каком-то мере касается и программ Лера Искат, как вы понимаете, даже Микрофея, которая ядро тоже не российское. Вот. И в течение двух лет я начинаю переходить на Логос, на, ну, по нашему мнению, лучшее отечественное решение. Вот. Ну, и опять же, суть в том, да, что выбор был, объяснялся тем, что, ну, его сейчас активно внедряют. И это единственное решение мультифизичное. То есть есть серьезные решения по прочности, есть серьезные решения по аэродинамике. Ну, вот только в Логосе, да, вот есть какой-то аналогия Энсис, там, Абакус, где есть единое, на единой платформе решение аэродинамических прочностных задач. Поскольку я 6 лет работаю в железнодорожной технике, да, отрасли, то к нам обратились, вот, и мы провели, я вот не буду зачитывать, вы можете в интернете посмотреть, вот, и опыт двухлетнего знакомства с этой программой, проверительного тестирования, да и попыток его интегрировать в сложившуюся среду расчетов, да, и, более того, атамптировать ее в железнодорожной отрасли, и к строительству, о чем я сейчас поговорю. Да, это масса вопросов, часть из них решена, и, ну, в любом случае, Логос, это нелинейности, это ветер, это взрывы, это железобетон, грунты, и так далее, и так далее. То есть, если вам для ваших практических задач не хватало лиры, скады, микрофей, робота, да, скада, то вы бы попрощались там или изучали инсес, сейчас, в общем-то, Логос является заменной. Логос, я очень кратко познакомлюсь с ним, да, он состоит из, грубо говоря, из четырех основных модулей, да, ну, здесь вот, может быть, немножко не самая лучшая схема, прочности аэродинамика, отдельно еще тепло появилось, вот, программа развивалась в течение многих лет и несколько лет назад она была, скажем так, передана на внешнее использование, то есть, создана была специальная организация, да, вот, в рамках Грин Атома департамента, которая внедряет Логос промышленность в атомной, это является стандартом, достаточно много авиационных организаций работают, в нем, и проблема прочность вышла в продажу, скажем так, несколько позже, вот, у Логоса много плюсов, но как новая программа, да, не все эти плюсы понятны неискушенным, ну, понятно, что в атомной отрасли средний уровень физико-магетической подготовки, там, допустим, повыше, честно говоря, чем в строительстве, там, мозги подругой заточены, поэтому не всегда можно понять и догадаться. Значит, у Логоса существует свое верификационное руководство, вот, и другое дело, не все те задачи, которые там есть, очень, на самом деле, немногие задачи, эффективно подходят для верификации. То есть я здесь на опыте верификации для РЖД, и с учетом того опыта, который я участвовал в коллективе по верификации РАСН, я был ответственным исполнителем по ЭНСИС, первой подачи, готовил тестовые задачи еще, там, 12-13 лет назад. На базе этого мы провели верификацию Логоса принятия на железнодорожные задачи и готовы, в принципе, поучаствовать, провести такую же верификацию для нужд строительства в перспективе РАСН. Особенность Логоса является то, что изначально создавался примитив на увязке к отечественной вычислительной технике в Сарове гигантский вычислительный кластер, Саров это, вы знаете, по Гаразамасам, вот там есть учебный центр технический, вот, но здесь это все хорошо, я сейчас не буду заниматься рекламой Логоса, для этого есть другие люди, я задам те вопросы, которые задал его, скажем так, продавцам, разработчикам, и те, которые вы вопросы могли бы задать на моем месте. Я есть тоже не буду перечислять, вы быстрее их прочитаете. Вот, главное, что нужно верификация, нужно понять, быстрее ли это все, и вообще, стоит ли, словно говоря, мучиться с этим Логосом, и как быть, что в нем, опять же, что вам важно, никак не учиться специфика строительства, то есть, те проблемы, которые были сенсивом строительства, отсутствием нормативов, там, нормативных проверок и так далее, они с Логосом тоже стоят. Причем, нужно понимать, что близость разработчиков, да, это не панацея. Разработчики не готовы на данный момент бросить все и локализовать Логос под строительство, но они, скажем так, не возражали против того, чтобы мы занимались локализацией, попыткой локализации Логоса для РЖД, и вот я тут начал это делать для строительства. То есть, речь идет, ну, опять же, вот, если будут вопросы по этим файлам, да, значит, что у нас получалось по выводам? Точность, в принципе, аналогична, но скорость меньше. Не критична для прочности, но все-таки критична для аэродинамики. Ну, вот, предыдущий коллега рассказывал о неделях, о месяцах, да, ну, это не то. Расчеты ДЭСом делаются там один-два дня, один вариант, и можно спускать в пакете. Даже на простейшем компьютере. Вот, но два дня и недели это уже существенная разница. И, опять же, важный критерий RAS. И, опять же, если у вас и Раскад, да, можно худо-бедно там перебросить это в Энсис, вот, но как перебросить в ЛОГОС проблему. Значит, мы провели, выбрали тестовые задачи, то есть, было разработано положение верификации для РЖД, применительно на опыте, там, скажем, положение, которое было разработано с моим участием для РАСН, по которому прошли тестирование РАСН, Собакус, Лира, Скад, Микрофея, еще несколько программ, процесс, насколько я знаю, затормозился. Вот, были выбраны вот задачи, вот, некоторые из них были прочностные, некоторые динамические. Здесь процедура тестирования, да, определялась неким компромиссом. Вот, и по итогам этого мы сейчас подготовили заключение о предварительной, о применимости Логоса и его, там, скажем, сопоставимости с Энсисом по возможности для РЖД. Вот, и готово, протестирование проходили на нашей тестовых задачах субподрядчики, разработчики Логоса, да, и подготовлены специальные туториалы, специальные руководства пользователя, вот, и на их базе может быть, соответственно, мы готовы заняться локализацией Логоса для строительства. Значит, в итоге появилась идея программного модуля Логос строительства, который, условно говоря, использует Логос как есть, но готовит к нему ну, пре-постпроцессор, по аналогу, допустим, ФИМАПа, да, то есть, причем, бизнес-модель предусматривала, что пользователи этого продукта, они не обязаны покупать Логос, а они, допустим, могут готовить модели, добавить там своего скада для Логоса, чтобы заказчик могут проверить и просчитать, и так далее. Я подробнее скажу чуть позже, вы тоже, наверное, это прочитали, не буду задерживать. Так, следующий. Функционально, значит, мы используем Логос, повторяю, как решатель, на базе, используя его текстовый файл, входной модели, он достаточно сложный не сравнить с Леровским или Сансисовским текстовым файлами, да, и выходной файл интерпретируется, я расскажу об этом позже. Значит, препроцессор и постпроцессор. Значит, идея, основные, основные части препроцессора, да, он сейчас в стадии работы, это библиотека типовых моделей зданий и конструкций, частично она у меня есть в Энсисе, то есть здесь идея такая, что то, что я когда-то делал для Энсиса применительно, оно копипастом, да, заменяется на Логос, а при этом, честно говоря, я собирался сделать это для открытого софта. Открытые программы кодасток для прочности или опенфом для аэродинамики являются достаточно мощными аналогами. платформа SimScale, повторяю, которая сделала предпоспроцессор. Вот, но сейчас мы об этом говорить не будем, а вот если с Логосом у нас не сложится, да, то мы будем, как говорится, аналогичные процедуры делать другими программами. Значит, идея в том, что, допустим, вы модель Lira, SCADA, в микрофе, который содержит все там необходимые ассортаменты, профиля, материалы, да, вот, вы, тестовый файл, он сначала тестируется, передается в Ensis, неведомо для вас, поскольку эти конвертеры создавал начайная с трансвалью в течение 15-20 лет, кто не знает, все программы, ну, обычные, сейчас мы работаем на Lira 10, а так со всеми микрофе, SCADA, роботом, Lira Sopram, есть конверторы в Ensis и обратно, они передаются в Ensis и оттуда, условно говоря, они записываются в тексты файл Lira, ой, Логоса. Создавляется некая библиотечка для типовых задач, чтобы пользователь мог их взять как прототип. Ну, и поскольку эта работа, ну, как-то морально поддерживается не поиск Амельникова, речь идет о ее адаптации и каких методик, которые появятся. Я бы вам по ветер. Значит, ну, коллега говорил замечательно, но все-таки начинается с краски ветра, который ему скажет. То есть мы базу климатических данных, да, готовы предоставить как отдельный модуль, да, на базе имеющейся информации. И еще сюда имеется в виду, что мы можем для Логоса загружать начальное приближение. Оно может быть из-за эксперимента для похожей задачи, да, оно может из-за того быть из другой программы, там, из-за Энсис, да, может быть создано эмпирически или нарисовано. В итоге уже то, что мы делали, это, скажем, 5-7 раз снижается скорость счета в Логосе и вы результате уже получаете в Логосе. Дальше. постпроцессов. Значит, основные сферы применения, значит, ну, как вот, Энсиса, да, ветровое моделирование, точно так же ветровые воздействия экспортируются в Лируска от Микрофе, то есть, то, что я делал, Колесников Алексей Викторович показывал результаты, я посчитал в Энсисе и передал ему в Лирус для расчета. Создается загружение. Личная процедура планируется со всеми программами. Добавок, значит, модели Логоса, у них свои препараты. Сергей Иванович. Да, завершаем последний слайд. Вот, тоже могут передаваться специализированные программы и главное, то проблема, которая Энсис решалась. Вы, допустим, из Логоса читаете перемещение, как задное перемещение в Логос из Када, допустим, да, читаете в Лире из Кадина, получаете те же перемещения один в один, похожие напряжения для контроля, но делайте нормативные проверки, что очень важно. Ну и опять же, на базе этого разрабатываются, я на этом говорил год назад, цифровые двойники. Ну, я, спасибо за внимание, я почти уложился. Тема очень сложная. Спасибо. Не свободны, все равно. Спасибо, Сергей Иванович. Следующий доклад Колесников Алексей Викторович. Спасибо. Спасибо. Алексей Викторович, чтобы удобнее были, вы можете взять вот тот микрофон, чтобы видеть, что говорите, если сбоку не очень. Я вижу, спасибо. Еще раз, здравствуйте. В данном докладе я хотел бы рассмотреть некоторые особенности расчета аквапарка, который мы выполняли в городе Красноярске. Он будет построен, уже строится. Соответственно, часть блоков этого аквапарка мы выполняли в рамках расчетного обоснования блок 2 и блок 3. Там еще блок 1 есть и гостиничный комплекс всего 4 получается блока. Блок 2 и блок 3 расчетное обоснование делали мы. Соответственно, здесь представлены расчетные модели. снеговые ветровые воздействия для таких зданий по методикам были посчитаны, но не нами. Нам выдают обычно вот такие картинки с ветровыми воздействиями, снеговыми воздействиями, там дальше будет. Мы в программном комплексе уже задаем эти коэффициенты к ветровым нагрузкам. Соответственно, 3 здесь обычно необходимо больше выполнять направление ветра, но здесь нам выдали 3 направления, соответственно, мы эти коэффициенты учли. При этом в программном комплексе нам необходимо было учитывать вот эти оконные проемы, то есть у нас там конечных элементов нету по фасаду получается, но нагрузка там есть. Соответственно, на соседние узлы или элементы, смотря что пользователь выберет, есть возможность учесть нагрузку от этого отверстия получается. То же самое со снеговыми нагрузками с учетом мешков, с учетом направлений ветра, то есть 3 направления ветра нам дали, соответственно, и под каждое направление ветра нам выдали и снег тоже. Значит, особое внимание здесь было уделено свайному полю, поскольку есть и соседние блоки, здесь расчет выполнялся с учетом соседних блоков, остальных трех блоков, в том числе и по нагрузке на фундамент и в дальнейшем по жесткостям это тоже видно, то есть мы видим, что здесь по вот этой части граничащей с другими блоками, это вот слева, здесь блок 2, это блок 3, а вот здесь гостиничный комплекс, круглое здание. Соответственно мы видим, что это было учтено. Если это не учитывать, то мы не учтем неравномерность осадок и неправильно посчитаем крен. Особое внимание здесь уделялось бассейнам, здесь мы видим блок 2, вот такие бассейны, вот здесь тоже бассейн, вот здесь круглые бассейны, вот там. А эти бассейны, они крепятся шарнирно, должны крепиться шарнирно к балкам, на которых они стоят, шарнирно подвижно причем, то есть сначала заливаются балки, а потом сверху получается уже заливаются эти бассейны. И ну вот это уже третий блок, вот такой вот бассейн, да, основной. При этом в программном комплексе это можно учесть при помощи специальных элементов, 56-й конечный элемент, элемент конечной жесткости. Эти бассейны, то есть они должны быть шарнирно опертые и при этом по горизонтали ходить. То есть здесь закрепление необходимо с балками задавать только по оси Z. По всем остальным осям должно быть шарнирное опирание. При этом еще одна особенность расчета армирования уже этих конструкций заключается в том, что необходимо было отключать возможность учета трещин. То есть мы эти железобетонные конструкции бассейнов везде, где есть соприкосновение с водой получается для данного объекта наличие трещин запрещается. Поэтому в сумме с вот этими ограничениями по шарнирам и температурным нагрузкам, что очень важно, почему так подробно мы уделяли внимание вот этим соединениям. При температурных нагрузках вот этот бассейн расширяется, получается, сжимается в зависимости от того, какая температура плюс или минус и особое воздействие оказывает на соседние конструкции, уже монолитные. И поэтому необходимо было особым образом вот в этих частях моделировать соприкосновение этих бассейнов с основными несущими конструкциями. нагрузки. еще одна особенность, о которой хотел рассказать этого объекта, это нагрузки. То есть на слайде мы видим план, на котором изображены всевозможные горки, бассейны дополнительные, уже которые не являются несущими конструкциями, но от них нагрузку мы должны задать. В чем сложность задания была этих нагрузок. Ну вот в автокаде даже вот такие чертежи нам предоставляли. В относительных координатах в автокаде у заказчика получается есть нагрузка от всех этих горок. Нам выдаются такие таблицы с условными обозначениями. Здесь мы видим нагрузки по XYZ и изгибающие моменты и получается в разных точках эта нагрузка дана. То есть примерно страниц 40 в Word, если перенести эту экселевскую таблицу, страниц 40 этих нагрузок. То есть это такая задача трудоемкая задать эти нагрузки, то есть выделить каждый узел и задать нагрузку. А эти горки, они получается крепятся к вертикальным нашим колоннам и по высоте нам дали координаты этих нагрузок, то есть по XYZ в рамках локальной системы координат в Автокаде. Конечно, мы в программных комплексах используем другие координаты. То есть нагрузка была дана в координатах по генплану. В программных комплексах мы, конечно же, задаем систему координат свою, то есть у нас обычно оси сооружения совпадают с глобальной системой координат XY. И, естественно, нам пришлось вот эту нагрузку переделать в плане той системы координат, в которой заказчик предоставил нагрузку. И, соответственно, эту нагрузку мы задали в условиях этой локальной системы координат. Нами был написан макрос, который впоследствии мы внедрили в ПК Лира 10.12, согласно которому сейчас возможно задавать нагрузку в табличном виде. То есть копируем эту нагрузку из Excel, вставляем в определенное поле в ПК Лира 10.12. Здесь на слайде показаны возможные варианты задания этой нагрузки. Либо мы в Excel можем это скопировать и вставить в определенное поле в самой программе Лира, либо подготовить текстовый файл. То есть здесь могут быть варианты. Текстовый файл многим расчетчикам более удобен, чем Excel, поскольку это текстовое поле проектировщик может сгенерировать сторонними программами. В частности, как показывал Сергей Иванович Дубинский по ветровым нагрузкам. То есть мы можем работать и с текстом, и с таблицей. Ну и соответственно, в каждой точке сооружения и в плане, и по высоте мы получили эти снеговые нагрузки. Также здесь особое внимание было уделено конструкциям покрытия, деревянного покрытия. Вот соответственно, есть возможность в программе оценить работу конструкции, в том числе и из дерева. Автоматизированный расчет в этой части имеется. Также особое внимание было уделено расчету конструкции колонн в плане устойчивости. Ну, здесь на слайде вы видите высота колонн достаточно серьезная, в том числе с учетом того, что у нас на этих колоннах еще и всевозможные нагрузки заданы на основании вот этих вот нагрузок от горок, которые были предоставлены заказчикам. Соответственно, все эти расчеты были произведены с учетом взаимодействия сооружения с основанием, с учетом работы бассейнов, в том числе на температурные нагрузки. Основная нагрузка здесь была температурная. То есть, если по вкладу загружений смотреть на напряженно-деформированное состояние, температурная нагрузка здесь была самая влиятельная. Следующая имеется в виду, конечно, после собственного веса. Понятно. также исходя из того, что у нас есть температурная нагрузка, взаимодействие стен с колоннами, то есть, у нас по фасаду, фасад у нас вот такой вот интересный, сейчас найдем, вот, то есть, фасад с отверстиями получается, ну, понятно, что в таком виде мы должны еще и колонны предусмотреть, то есть, вот здесь предусмотрены колонны. Проще всего было бы, конечно, смоделировать эти колонны пластинчатыми элементами, в плане того, что не нужно было тогда мучиться с сопряжением этих колонн с фасадами, но в случае применения десятого конечного элемента, это стержневой конечный элемент. Здесь особое внимание нужно уделять объединению перемещений по определенным направлениям, в частности, для того, чтобы учесть работу конструкции на температурные воздействия. да, все, да. Спасибо большое. Нет, там сейсмики нет, в Красноярске. а там у нас есть онлайн участники лучших микрофонов. Работает? Значит, у меня несколько вопросов. Первое, прогрессирующее обрушение учитывалось при расчете корпусов блока аквапарка. Второе, нагрузки от волнового бассейна, каким образом прикладывались, к какими элементами была обеспечена устойчивость второго блока и каким образом решена конструкция покрытия второго блока не где дерево-клееные фермы, а вот в части под над, точнее всеми конструкциями аттракционов. Третий вопрос. Монолитные железобетонные конструкции, балки и монолитная плита. Первый вопрос. Прогрессирующее обрушение рассматривалось, конечно. Шесть сценариев мы рассматривали, но помимо выключения колонн, понятно, выключалось и покрытие, выключалась часть лифтовой шахты и часть бассейна, то есть обрушение части бассейна на ниже лежащей конструкции. Что касается вопросов самого расчета на прогрессирующее обрушение, статической постановки, как в ИЗМ номер один, это указано в статической постановке с учетом постадийности расчета и с учетом нелинейности. А второй вопрос. Нагрузки от волнового бассейна. Нагрузки от воды мы учитывали по НП 031, это атомные нормы. Там есть указания, как учитывать при динамике, при расчете ветра, то есть мы же ветер должны с учетом динамики считать на пульсацию ветра. Здесь возникнет проблема, как учесть массу этой присоединенной воды. получается. Эту воду мы учитывали по НП 031 атомные нормы. Других указаний в российских нормах нет. Если вопросы остались, вы можете потом поговорить. Спасибо. У нас время очень поджарно, чтобы мы успели пообедать. Следующий докладчик Тарасдов Вячеслав 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 Новгородский государственный университет. Добрый день участники форума. Я хочу выступить к докладу. Вероятность метод моделирования сейсмограмм для расчета зданий сооружения на кодроге землетрясения. Презентации нет. Презентации нет. вероятности расчет сооружений на сейсмические воздействия включен физической и геометрической неременности по также оценке их надежности связаны с необходимостью моделирования случайного процесса Сейсмические смещения грунтового основания. Вычисление значений сейсмограммы в интегрировании соответствующих аксерограмм приводит к появлению ярко выраженных низкочастотных трендов, качественно изменяющих картину фактических смещений. Это связано с определенностью начальных условий интегрирования, которые, как правило, принимаются нулевыми и погрешности измерительной аппаратуры, дающей низкочастотные откажения в спектре аксерограммы. Поэтому при построении расчетной модели сейсмограмма проводится корректировка исходной аксерограммы так, чтобы ее второй интеграл был свободен от указанных недостатков. Сейсмическое ускорение грунтового основания моделируется согласно Болотинах в виде произведения нормального стационарного случайного процесса и детерминированной огибающей функции. Следовательно, ставится задача нахождения статистических характеристик случайного процесса сейсмического смещения грунта основания и построение его реализации по заданным характеристикам случайного процесса. Таким образом, случайный процесс приводится к сумме некоррелированных согласованных белых чмор с постоянной на интервале. При статистическом расчете сооружений на сейсмические нагрузки пользуются либо посредственными параметрами спектральной плотности, либо сейсмическими спектрами. Рассматриваются как полиэкстремальные функции. Модель сейсмического воздействия представляется множеством случайных процессов, спектральной плотности которых заполняет некоторый заданный интервал несущих частот. В качестве примера провели моделирование реализации случайных процессов сейсмического ускорения и смещения грунтового основания в заданных виде канонического разложения, сводящихся к моделированию случайных чисел. представленная реализация сейсмограммы данное представление и решение задачи моделирования сейсмических нагрузок предназначено для проведения вероятностного расчета зданий и сооружений на реализации процессов ускорения при смещении грунта методом статистических испытаний а также аналитическими методами теории случайных функций расчет ведется на уровне коррекционных приближений с учетом первых двух статистических моментов математического ожидания и коррекционных функций применение метода канонических разложений для моделирования случайных процессов позволяет получить решение достаточно общего вида для различных параметров сейсмического движения грунта таких как огибающие функции спектральной плотности и скорости запухания интенсивность и продолжительность землетрясения вот вкратце наша работа другими словами так пояснить хотел что у нас сейчас в нормах согласно СП-14 требуется расчет на контрольное землетрясение которое производится в нелинейной постановке соответственно один из вариантов расчета это расчет здания нелинейной постановки с учетом воздействия сейсмического а сейсмическое воздействие моделируется в части сейсмограмма один расчет занимает большое количество времени следовательно несколько реализаций просчитать иногда занимает большое количество времени поэтому данный метод будет хорош тем что можно смоделировать обобщенный процесс с учетом вероятностной постановки и выполнять расчет на одну реализацию тем самым сократить время расчета и время работы инженеров спасибо за внимание спасибо последний доклад у нас в этой секции докладывают коллеги из ЛИОСАР Гумельников Алексей Александрович пожалуйста да надеюсь слышно и видно так сейчас коллеги надеюсь видно да экран нет презентация в вашем окне что просите где ваше фото там презентация не общая готово А, все видно, да? Ну, название доклада, собственно, как и на экране, применение методики Еврокода для расчета стальных конструкций. Вот есть положение норм Еврокода, вот стоит отметить, что данные положения можно использовать для расчета конструкций не по нормам Российской Федерации. Вот согласно СП по стальным конструкциям, в частности, вот пункта 4.25, 4.26, в которых говорится о расчете с учетом геометрической и физической нелинейности, о том, что дословно в равной связевой или связевой системе, когда узлы связевого блока не совпадают с узлами каркаса, расчет следует выполнять по деформированной схеме, так с учетом геометрической нелинейности. Но так как в СП нет никаких пояснений о том, как это сделать, то вполне логично брать это указание из евронорм, евронорм, либо американских банк. И, как нам кажется, в этом нет никаких противоречий с российскими нормами. При расчете стальных конструкций важным расчетом является расчет на общую устойчивость. Помимо получения как такового коэффициента запаса устойчивости, инженер принимает решение, как ему в дальнейшем ввести расчет схемы для получения внутренних усилий. Норма еврокода это четко регламентирует, то есть будет ли расчет происходить в линейной постановке или в нелинейной. Первоначально в любом случае мы делаем классический расчет устойчивости по расчетным сочетаниям нагрузок. И если коэффициент запаса устойчивости в упругом расчете меньше 10, то необходим расчет по схеме второго порядка, то есть учет геометрической нелинейности. Стоит отметить, что коэффициент запаса устойчивости должен быть получен для глобальной потери устойчивости, а не локальной потери устойчивости какого-то одного элемента. То есть если КЗУ становится меньше 10 в упругой стадии и меньше 15 для классической стадии, то расчет необходимо проводить с учетом несовершенств и эффектов второго рода, то есть геометрической нелинейности. Эффекты второго рода могут быть члены с использованием соответствующего расчета конструкции, включая шаговые или другие традиционные процедуры. Несовершенства могут быть как глобальными, так и локальными, то есть по ГИДе. Начальные перекосы и начальные местные истребления могут быть заменены системой эквивалентных горизонтальных сил. То есть вместо моделирования реальной геометрии, что на практике достаточно является сложной задачей, такой подход замены эквивалентных сил гораздо проще. Дополнительно есть указание, что если произведен учет несовершенств и эффект второго рода, то проверка устойчивости отдельных элементов не требуется. Но следует отметить, что зачастую в программных комплексах для стяжней при таком подходе моделирования несовершенств мы можем смоделировать только выгиб. Несовершенство отключения таким подходом смоделировать нельзя. Например, изгибно-крутильная форма потери устойчивости, либо местная потеря устойчивости, полки, стенки. Для подобных эффектов при моделировании необходимо использовать модели из пластин и объемных конечных элементов. В новой версии, которую мы выпустили на этой неделе, при расчете с использованием геометрической нелинейности для стяжневых элементов, подключена полная геометрическая матрица жесткости. Данная возможность позволит выполнить оценку изгибно-крутильной формы потери устойчивости и находить ее вклад в коэффициент запаса. Если смоделированы глобальные несовершенства, но нет учета локальных несовершенств, то необходимо выполнить проверку устойчивости элементов с коэффициентом расчетной длины единицы вне зависимости от закреплений. То есть в дословный перевод длина продольного изгиба равна длине системы. При таком подходе отпадает необходимость в определении расчетной длины, что существенно упростит работу инженера. Как альтернатива указаниям передачи горизонтальных сил для определения интегрального общего и местного отклонения, можно быть использована отклонение элементов при потере устойчивости конструкции в упругой стадии. Начиная с 19-й версии, LeraSupport реализована технология построения расчетных схем по текстовым таблицам с данными. То есть она позволяет автоматизировать передачу данных по LeraSupport из других программных комплексов, ну а также выполнить построение и редактирование расчетной схемы в среде VisorSupport с помощью прямой корректировки данных текущей задачи через таблицу ввода. Ну и на YouTube-канале LeraSupport этот видеопример продемонстрирует. Начальные несовершенства, как мы их реализовали, они находятся во вкладке «Анализ», состоят из нескольких блоков. То есть первый блок — это номер загружения или номер расчетного сочетания нагрузок, откуда программа будет считывать величину горизонтальной нагрузки по результатам МКР-расчета. И в какое загружение будут сформированы эквалентные горизонтальные нагрузки, то есть несовершенства. Во втором блоке он отвечает за систему координат, к которой будут приложены данные силы. Несовершенства могут быть сформированы по любому направлению и под любым углом в плане. В третьем блоке пользователь указывает величины абсолютных или относительно несовершенств. Ну и четвертый блок — данным инструментом пользователь может управлять длинной стерженью для вычисления кривизны и абсолютных отклонений. Ну и в 22-й версии мы доработали данный инструмент. Пользователю предоставляется возможность выбрать создание несовершенств из всех загружений, либо РСН, или выбрать из списка необходимых загружений и РСН, для которых надо сформировать несовершенства, которые будут сформированы за один заход. А также возможность добавления созданных нагрузок в исходной комбинации нагрузок. Ну и причем снятие отметки выделения элементов не происходит. В итоге даже при большом количестве комбинаций процедура формирования несовершенств будет выполнена буквально в нескольких кликах. И очень важное добавление в диалоге формирования несовершенств. Мы выдаем направляющие косинусы, что позволит сократить формирование неопасных загружений для моделирования несовершенств. И так как нам в дальнейшем необходимо выполнять нелинейный расчет, то это раньше достаточно была долгая процедура для задания вот этих вот моделирования нелинейных загружений, то теперь пользователь указывает буквально одно загружение, настраивает какой будет метод расчета, количество шагов, точность итераций, и потом просто в списке указывает через пробел номера комбинаций, которые необходимо смоделировать, и программа автоматически формирует вот эти нелинейные истории. Коллеги, я постарался достаточно кратко рассказать. Я закончил, может быть, есть какие-то вопросы? Спасибо. Вопросы есть, западчики? Сейчас перерыв до двух часов по Екатеринбургу. Обед делегатом на четвертом этаже и остальные. Продолжение следует...